Очень динамичное упражнение, которое также очень нравится зрителям. Тармо рассказывает о своих впечатлениях от этого турнира. Ему здесь все очень нравится, но тем не менее, несмотря на то, что он выиграл очную дуэль у россиянина Эльбруса Нигматулина, своим выступлением до конца он все-таки недоволен. Мог выступить лучше, говорит Тармо Мид, это однозначно. И он в шестом упражнении постарается немножко улучшить свои показатели и приблизиться к призовой тройке. А вот и главная дуэль в этом упражнении, не только в этом упражнении, но и на всем турнире. Райвис Видзис против Мариуша Пудзановски. Дуэль двух самых главных фаворитов этого турнира, латвийского силача и богатыря из Польши. Райвис Видзис, пожалуй, самый ярый конкурент Мариуша Пудзановскиса, потому что в свое время дважды Райвис Видзис побеждал на турнирах Волкс Тронмен Кап, а Пудзановский, как известно, трижды становился победителем этого турнира. Итак, Райвис Видзис и Мариуш Пудзановски. Пока что соперники идут вровень, никто не может уйти в отрыв. И, судя по всему, это дуэль, это соперничество разрешится лишь на последних метрах. Совершенно одинаково завершили это упражнение оба участника. Одновременно практически, но, тем не менее, Райвис Видзис на какие-то сантиметры, на какие-то доли секунды оказался быстрее, оказался проворнее. Доволен латвийский силач. Это упражнение одно из самых любимых у него, наряду с предыдущим, с поднятием автомобиля. Ну что ж, все это говорит только об одном. Судьба первого места, судьба Гран-при Латвии решится в заключительном шестом упражнении. Шестое упражнение называется «Очень просто». Итак, все решится в заключительном шестом упражнении, которое называется «Прогулка фермера». Пожалуй, самое интересное упражнение среди всех представленных. Условия очень просты. Два чемоданчика, каждый весом 140 килограммов. И главное условие – скорость здесь не важна. Здесь нельзя опустить чемоданчик на землю. Надо пронести его как можно дольше. То есть определяется длина дистанции, на которой участник смог пронести эти чемоданчики. Ну вот видим, что в первой паре Дэйв Осланд Американец не справляется с этим заданием. И на отметке 29 метров он бросает снаряды. А литовец Антанос Абрутос легко добирается до финиша. 51 метр. И спокойно заканчивает свое выступление. Литовец молодец. Неплохо здесь выступил в Риге. Но уже на наших экранах вторая пара. Австрийско-немецкая. Франц Бейл и Ральм Бир. Посмотрим, кто на этот раз сможет победить. В прошлом упражнении сильнее был австрийец. А здесь мы видим, что немец совсем не прочь взять реванш. Нет, не получилось. Скорость набрал немец неплохую. Но первым положил снаряды на землю, а значит проиграл. Еще раз повторюсь, здесь главная выдержка, а не скорость. Главное не опустить снаряды на землю. Третья пара участников в шестом упражнении. Тарма Мид Эстония и Доминик Филу. Уверенно идут пока что оба участника по дистанции. Первым до промежуточного финиша добирается Доминик Филу. Нет, не справляется он с весом. 27 метров. Таков результат канадца. А вот Эстония Старма Мид медленно, но уверенно продвигается к финишу. И судя по всему, он заканчивает это упражнение с максимальным результатом 50 метров. Все сделал спокойно, красиво, без рывков, но в то же время уверенно. И вот еще одна пара участников. Англичанин Терри и Эльбрус, представители России. На ваших экранах как раз сейчас российский атлет добирается до промежуточного финиша практически одновременно. Разворачиваются, идут в обратную сторону. И российский атлет пока что чуть впереди. Но еще раз напомню, скорость здесь не главная. Скорость главная только в том случае, если оба участника справляются с весом и не опускают снаряды на землю. Что и происходит сейчас? Нет, не происходит. Англичанин Терри сдается. Какие-то 10 метров оставались до финиша и не смог, не смог англичанин. Зато смог Эльбрус 56 метров. У него пока что лучший результат. Лучший результат у Эльбруса Нигматулина. И вот дуэт главных фаворитов Равис Видзес и Мариш Пудзановский. Да, Равис заметно отстает и сдается. Не смог он добраться до финиша. 29 метров. Результат Рависа Видзеса. А Мариш Пудзановский в очередной раз становится сильнейшим. Что ж, победа польского атлета более чем убедительна. Поздравляют друг друга соперники, конкуренты, друзья. В жизни они, конечно же, друзья. Мариш Пудзановский побеждает в четвертом упражнении на латвийском гран-при. Из шести возможных. В одном упражнении был вторым, в одном третьем. И уверенно побеждает в 8-м зачете. Первый этап гран-при Латвии завершен. Первая победа Мариша Пудзановского в этом турнире. И можно быть уверенным, что самая главная борьба еще впереди. Через пару недель участники шоу силачей соберутся в Северной Ирландии. И спор самых сильных людей планеты продолжится с новой силой. Мы же надеемся, что Равис Видзис составит польскому трехкратному чемпиону острую конкуренцию. Участники турнира делятся своими впечатлениями от проведенных соревнований. Кто-то разочарован, кто-то рад. Но все они сходятся в одном мнении. Вся борьба впереди. Никто сдаваться не собирается. Несмотря на то, что главного фаворита польского атлета Мариша Пудзановский обыграть будет очень-очень непросто. Эльбрусник Матулин, российский богатырь, как ни старался, но составить конкуренцию и латышу, и польскому богатырю так и не смог. Но он не отчаивается. Он надеется, что в будущем к нему придут еще победы. И вот он, главный герой гран-при Латвии, Мариш Пудзановский. Трехкратный победитель суперсерии Волк Стронмен Кап. Надеется, что нынешний сезон у него будет не менее успешен, чем предыдущий. Пока что он готов на 80%. Через месяц он собирается выйти на пик формы и к чемпионату мира подойти в самой оптимальной форме. Райвис Видзис благодарит болельщиков, которые очень горячо поддерживали его на протяжении всех соревнований. Что ж, первый этап суперсерии Волк Стронмен Кап 2006 завершен. Гран-при Латвии подошло к концу. Несмотря на то, что Райвис Видзис так и не смог победить здесь на глазах своих болельщиков, он думает, что все громкие победы у него еще впереди. Ну а поляк Дарью Шпудзановский оказался вновь на высоте. На этом наша передача заканчивается. Она была подготовлена первым Балтийским каналом. Для вас работал Владимир Иванов. Всего доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова